28 марта в Красноярске начал свою работу Красноярский экономический форум. Конкурент на способности и экономическая динамика стран, регионов, городов и компаний. Основная тема форума. Более 6 тысяч участников и гостей из 27 стран и 32 субъектов России зарегистрированы на форум. Представлено на форуме ИТУВА. КЭФ стартовал с молодежной площадки «Поколение 2030». Тема нулевого дня – универсальные концепции благоустройства российских городов. Более 2 тысяч молодых профессионалов из 62 регионов России стали участниками молодежной площадки. Здесь представлены также и проекты университетов Енисейской Сибири. Тувинский государственный университет представил технологии обогащения продуктов питания витаминизированными микронутриентами на основе национальной молочной кухни ТУВА. Представлены технологии создания витаминизированного кисломолочного напитка «Хойтпак», переработки вторичного молочного сырья, а также технология производства кондитерской продукции с добавлением традиционных тувинских кисломолочных продуктов. Проекты являются результатом работы кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственного факультета ТУВГУ. Данные технологии вызвали большой интерес у участников форума. Были предложены варианты развития научных исследований. Кроме того, в рамках Красноярского экономического форума 2019 ТУВА и Красноярск провели переговоры о строительстве оптово-распределительного центра в республике, ориентированного на экспорт продукции Красноярского края через республику в азиатские страны и прежде всего в Монголию. Об этом на КЭФ-2019 прессе заявил министр сельского хозяйства и продовольствия ТУВЫ Эртне Дензебелек. По его словам, появление в ТУВЕ оптово-распределительного центра с мощностями для хранения продукции позволит увеличить объемы экспорта и транзита через ТУВУ, продукции из соседнего региона. Красноярский край не меньше нашего заинтересован в этом. Собрать на территории ТУВЫ весь продовольственный потенциал Енисейской Сибири, чтобы в дальнейшем его распределять по азиатским странам. Заметил он, подчеркнув, что речь идет о строительстве оптово-распределительного центра площадью около тысячи квадратных метров. Министр добавил, что такой центр и для наших предпринимателей создает серьезный задел по экспорту тувинской продукции в Монголию и в другие азиатские страны, а также для предпринимателей Хакасии.